Христос посреди нас, мой родный и любимый христолюбт, и все братья и сестры во Христе, всем желаю радости, веселья в Господе, всем желаю счастья, добра, любви, всем желаю возрасти в совершенный Христов возраст, достигнуть святости по образу и учению Иисуса Христа, Господа и Бога нашего. Хорошо, сегодня я продолжаю цикл роликов, моих монологов в помощь, такую подсказку для YouTube проповедника Евангелия Иисуса Христа, для YouTube блогера, ну конкретного блогера, христианского проповедника, да. Я хочу записать три ролика, посвященных трем программам по аудио-видеозаписи, монтажу, которыми я сам пользуюсь, которые могу рекомендовать от своего опыта. Есть такая программа для аудиозаписи, аудиомонтажа, как Audacity, она абсолютно бесплатна, у нее вот на сайте написано, скачайте программу, Audacity совершенно бесплатна. Audacity незаменимый помощник в работе с музыкальными файлами, как для профессионалов, так и для любителей. Ну, на сайте мы можем найти, как скачать, здесь какие возможности они рассказывают, я сейчас все это зачитывать не буду. Ссылку я добавлю в описании, если забуду, напомните мне в комментариях, могу так ее озвучить, audacity-free-swaboda.ru Все здесь можно почитать, ознакомиться, скриншотики есть, и вот есть прямая ссылка для скачивания программы, есть и на русском языке, на каких других я не знаю, я русский, пользуюсь русским языком. Вот, все здесь есть. Ну и давайте перейдем к программе непосредственно, и посмотрим ее возможности, как в ней работать. Ну вот, если мы жмем на справку сведения об Audacity, то же самое, да, вы видите, все есть. Audacity, ну, последняя версия, 2.1.2, бесплатная, открыто, кроссплатформенное программное обеспечение для записи и редактирования звука. Опять же, есть ссылка на сайт, вот, только немножко он почему-то в другом виде, другой адрес, audacity.team.org, вот, тоже можно скачать. Ну, я так понимаю, на том, где я вышел, прям сразу на русском, кто для русских, здесь вот можно вот эту. И тут, кстати, уже, вот у меня стоит даже прошлая версия, тут уже 2.2.2. Тоже вот ссылка для скачки, то есть, все есть, пожалуйста, да. Давайте посмотрим, как работает сама программа. Программа достаточно понятная. Я не претендую на... Я не претендую на полный обхват возможностей программы. И, в принципе, я сегодня от сердца по вдохновению расскажу, что я знаю. Я ей сейчас, в принципе, не пользуюсь, но до этого пользовался, и почему, поэтому хочу ее порекомендовать, может быть, кому-то будет полезно. Я, в принципе, свел свою работу к двум программах, о которых расскажу в следующих роликах. И то, стараюсь свести все по максимуму к одной программе, о которой расскажу в самом последнем, в третьем ролике. Эта программа тоже бесплатная, вот, в которой сейчас... Она, в принципе, вот у вас на экране. В ней производится сама эта запись. Я, кто знает, стараюсь везде ей пользоваться. Вот. Она мне как самая удобная. Я сразу планирую тут вот сцены, все это дело, чтобы потом совсем не монтировать. Но, когда приходится монтировать, я расскажу о программе Camtasia Studio, кто знает. Вот. Это программа Open Broadcaster Studio. О ней мы расскажем в третьем ролике, во втором об Camtasia Studio. Ну, а вот сегодня об Audacity. Audacity не пишет никакого видео. Это только программа работы для звука. И плюс, конечно же, я не знаю, подойдет ли она тем, кто поет песни. Может быть, там кто что-то хочет для прославления писать какие-нибудь. Я не знаю. Я точно знаю, что она подходит для спикеров, для тех, кто говорит. Для этого, мне кажется, она вообще идеальна. Я не знаю, я много чего пробовал, не скажу, что все. Но для вот, кто разговорщик, спикер, то есть для этого, я считаю, она идеальна просто, да. Для песниров нужны другие, наверное, программы. Какие-нибудь там есть, диджей, что-то такое, где там можно всякие эффекты, можно там заниматься. Потому что пение и разговор, это немножко разные жанры. И это влияет на постобработку потом вашей записи. Давайте конкретно по спикеру. И еще, да. Так. По поводу интернета, да. То есть, вы на сайте, на любом, на ютубе, вернее, всегда можете забить все, что вам интересно. Вот вам надо. Так. Audacity, вот, как пользоваться. Вбили, и он вам всего-всего-всего-всего выйдет очень много, правильно? Нужно, как файл создать первый, как еще что-то. То есть, я не претендую сегодня на какой-то показ всех возможностей, тем более, какие можно, да. Я вкратце покажу, как она работает. Мое дело лишь направить, лишь дать вот эту, заинтересовать. Вот, как обрезать там аудиофайл в Audacity. То есть, все есть. Люди, некоторые занимаются этим профессионально, дают профессиональные рекомендации, естественно, да. Поэтому, как обработать там, какие эффекты, как отрезать, как обрезать. Вот. То есть, я, конечно, сегодня давать не буду. Я от сердца скажу, что знаю, что помню, что хочется сказать. Может быть, самые простые вещи, я говорю, по сути, просто заинтересовать. Вот. Ну, давайте уже воду больше не лить. И начнем. Ну, создать проект. Да, вам всем понятно, как это делается. Сейчас я... Вот. Создать проект. Открыть. Есть недавние файлы. Ну, создаем проект. Все. Новый проект у нас создан. Вот здесь вот мы можем выбирать микрофончики. Видите? У меня на данном возможности, у меня три микрофона есть. У меня есть встроенный микрофон в мой моноблок. У меня есть микрофон вот в веб-камере, о которой я говорил, Logitech C920. И у меня есть вот этот студийный микрофон, который передо мной. Как раз на этих трех микрофонах я вам кое-что продемонстрирую, да. Здесь же есть вот и чувствительность микрофона, да. И вот можно настраивать от 0 до 100. Здесь же можно воспроизведение делать через ваши динамики или что там, да. То есть, опять от 0 до 100. Это общий звук. Он как раз здесь тоже регулируется все. Здесь вы видите зашкаливание вот этого микрофона, да. У меня не совсем профессиональный язык, так что, если что, тоже уж не обессудьте, не судите строго. И у нас есть простые кнопки, да. У нас есть пауза, воспроизведение, стоп, перемотка и запись. Ну, начнем мы, выбираем обычный микрофон моего моноблока. И жмем на запись. Раз, два, три. Идет запись на встроенный микрофон в мой моноблок. Слушаем тишину. Жмем мы на стоп. У нас вот появляется такая вот запись на экране. У нас есть размер от единицы до минус единицы. Ну, шкала, так скажем, общая, да. И вот наша запись. Я предлагаю ее послушать. Раз, два, три. Идет запись на встроенный микрофон в мой моноблок. Слушаем тишину. Вы слышите, какая ужасная запись, да? Она видна, это слышно и ее видно. Вы видите, какая диаграмма, да? Вот этот вот такой светло-синий, это вот шумы вот эти, они ужасные просто. Это встроенный микрофон в мой моноблок. Дорожки вот они. Каждая новая дорожка. Ну, я поставил много разных функций, много чего можно в программе настроить. Я говорю, об этом я сегодня все говорить не буду. Давайте попробуем теперь поставить микрофон в камере. Микрофон веб-камеры HD Logitech C920. Слушаем тишину или шум. Все, жмем на квадратик, на стоп, ну или на ту же самую, по-моему, запись. Она сделается еще раз. Давайте послушаем. Так, давайте еще одну запись сделаем сразу же. И делаем запись на мой студийный микрофон, который сейчас передо мной. Запись на студийный микрофон, Samsung, C-U, по-моему, 0.1. Проверяем запись. Слушаем тишину. Вот такие мы сделали записи. Они сразу, видите, формируются. Их можно собрать. Вот, видите, вверху есть такой инструмент выделения. Вот такой курсор, палочка. И есть сдвиг во времени. На нее кликаем. У нас получается такая стрелочка. Видите, можем туда-сюда запись двигать, куда мы хотим. Мы эти записи собираем все на одну дорожку. Контур и скролл можно приближать. Крестиком можно старые дорожки не нужные удалять. Это приближать. Вот у нас наши три записи у вас на экране. Вы видите разницу? По поводу шума я уж вообще не говорю, да? Видно, какой здесь шум. Видно, что здесь как бы шума нет. Хотя на эту камеру тоже есть шум. Хотя она достаточно неплохая. Я хотел вам еще средненький такой вариант. Но это не важно. Вы здесь все видите. Здесь нельзя никак не накладывать ничего. То есть видите, мы когда новую дорожку пытаемся до упора пододвинуть, дальше нельзя, да? Но сейчас я покажу плюс этой программы. Очень огромный. То есть мы можем вплотную, конечно, сдвинуть дорожки. Очень легко эти дорожки соединять. Вы просто вот по линии кликаете и видите, у вас получается один общий файл. Левой клавишей мыши вы просто кликаете. Вы просто кликаете левой клавишей по этому стыку и все. И он получается. Здесь ничего сложного нет. И у вас получается один целиковый файл. По поводу шума, да? То есть, в принципе, запись в идеале, кто знает, делать надо идеальную запись. Как вы потом не будете обрабатывать, может ничего не получиться. Это очень важно. Вот сейчас я покажу на фоне шума и кое-какой еще эксперимент покажу, когда я буду очень громко кричать. И мы увидим, что зашкаливающие эти моменты убрать бесполезно. Когда у вас уже будет звенеть мембрана в микрофоне, вы знаете, такие вещи, да? Уже ничего не поможет. Потом вы все равно это никак обработать не сможете. То есть, конечно же, должен быть всегда хорошим сам источник. Поэтому по поводу постобработки, конечно, надо минимум ко всему. Ну, такое есть выражение, да? То есть, последующие обработки. Да, есть вещи, есть интересные эффекты. Такие, корректирующий звук, может быть, даже улучшающий. Прибавить можно себе там какую-то глубину голоса, басы. Вот. Хотя в идеале, мне кажется, оставлять свой голос простой. Вот. Но смысл в том, что все вот эти шумы, какие-то зехера, как это говорят, да? Какие-то нехорошие вещи. Надо максимально вначале постараться все это сделать. И надо понять простые две вещи тоже. Все зависит от двух вещей. Это от оборудования и от программного обеспечения. Не вот этого, которого для постобработки, а именно для записывающего программного обеспечения. Поэтому в каждом вот нашем устройстве, будь то диктофон, будь то смартфон, будь то компьютер, есть еще программное обеспечение. Вот у меня, кстати, к этому студийному микрофону, то есть вот у меня есть программа, которая всегда работает. Вот она у вас тоже на экране. Видите? То есть именно за счет этой программы этот студийный микрофон так работает. То есть это называется драйвера, да? Причем с софтом. Именно благодаря тому, когда ты устанавливаешь, этот микрофон становится идеальным, грубо говоря, да? Потому что он все это пропускает через свой софт, и выдает вот хорошую качественную запись. Там многие встроенные сразу, как это называют, я забыл, фильтры вот эти все, да? Именно он, ты хоть ори, хоть не ори в него, он сразу режет зашкаливание вот эти, да? Он может, наоборот, подтягивать тихий голос, если ты вдруг решил уж совсем вот так умереть. Он его чуть-чуть подтянет, он сделает хорошую запись. Но ты можешь включать, отключать эти фильтры. И у тебя исходник очень качественный получится. То же самое, кстати, стоит и в ваших смартфонах. Не просто так множество всяких разных приложений. Кажалось бы, ну, поставь любое приложение. Очень много может зависеть от приложений. Я сразу предупреждаю, если вы пишете на свои смартфоны, вам надо будет, может быть, поиграть и выбрать разные приложения. Посмотреть там на ютубе или где-то в поисковиках этот вопрос загуглить, поискать. Какое лучше для вашего смартфона поставить приложение? Может быть, родное. Может быть, еще. Этим реально надо заниматься, да? Вот этот шум, допустим, можно его убрать? Да, я вам покажу эффект шумоподавления. Мы прямо сейчас этим и займемся. Есть такие вещи. Но в идеале, вот давайте послушаем запись на вот эту веб-камерный микрофон. Ничего не слышим. Запись на студийный микрофон Samsung. Давайте послушаем на студийный. По-моему, 0.1. Проверяем запись. Слушаем тишину. Тоже ничего, да? Вот. Но опять же, и тут, кажется, ничего, и тут ничего. Но если вы обратите, вверху вот тут бегает вот этот, как он называется-то, уровень, да? Который вот зелененький. Обратите внимание, что даже на вот этом встроенном веб-камеру микрофоне мы видим, что он почти до 54 доскакивает. И посмотрите на студийном. Минус 66 он показывает. Это очень важно тоже. До минус 66 тишина. Или до минус 54. Это просто, в принципе, этот еще хороший. Да, этот вообще мертвый, так скажем, встроенный. Он тут ужасный микрофон. У него общий шум. Минус 30 вон бегает. Его слышно, конечно, да? Децибел. Вот. Ну, поэтому... То есть, это даже видно вот по цифрам. Вот. Ну, я говорю, потому что в этой веб-камере он, конечно, тоже не самый плохой. Хотя разница, конечно, огромная. Вы это понимаете. Вот. Мы можем сравнить две записи. Давайте. Микрофон веб-камеры HD Logitech C920. Слушаем. Тишину или шум? Запись на студийный микрофон. Samsung CU, по-моему, 0.1. То есть, вы слышите, в этой веб-камеру такой, знаете, металлический какой-то, без красок. Звонкий все-таки. Потому что он направлен во все стороны. Он улавливает все, что есть в этой комнате. Да, там есть фильтр. В нем тоже есть хорошее программное обеспечение за счет этой. Потому что для этой камеры и для веб-камеры у меня тоже есть программа для этой Logitech. Она выпускает. Поэтому он тоже все более-менее работает. Вот. Но сравните со студийным. Таким глубокий, насыщенный, красивый, яркий голос. Как говорят на радио. Такой бу-бу-бу. Да. Вот. Это, конечно, разница огромная. Здесь, конечно, никаких шумов убирать не надо. Убирание шумов, вы же видите. Да. Она уберет все из голоса. Если даже у вас... Ну, тут еще сам микрофон. Понятно, ерунда полная. Ну, пусть это будет хороший микрофон. Вы вставили, у вас там что-то в ход барахлит. Или те же самые ветер. Или какой-то общий шум. Или вот шум именно техники, допустим. Ведь шумит что такое. Шумит что-то внутри. Там есть помехи. Вот это все. Если вы это сейчас начнете убирать, мы это уберем. Ну, запись будет совсем ужасная. Тут, конечно, тяжело сравнить. Я хотел, у меня есть еще. Надо было там, может, микрофончик четвертый сделать. Четвертую запись. Там совсем небольшой шум есть. И он и слышен. Но там и микрофон нормальный. Там бы был голос нормальный. Я не стал готовить. Это не важно. И вы бы увидели, как это работает. Я говорю, я не ставлю уж цели все это раскрыть. Но вы понимаете смысл. Как убрать шумы? Ну, все равно я вот это расскажу. Но вы все это в интернете можете найти. Вот мы выделяем самый, где мы найдем в своей записи тихий участок, где есть вот этот вот шум. Просто ищем пустой кусок. Этот кусок мы выделяем. Выделять очень легко. Левую клавишу мыши зажимаете и просто тянете, сколько вам надо. Обязательно на сброс сдавьте. Если у вас будет play, стоять или пауза. Ничего не будет работать. Надо вот тут вот на стоп нажать, чтобы снять активность всех клавиш. И вот заходим в эффекты. Очень много эффектов. Некоторые интересные, полезные. Сегодня я о них не буду говорить. Есть удаление. Может я говорю, когда-то я что-то побольше скажу. Хотя все это можно найти в интернете. И у нас есть подавление шума. Классическое название. Так вот выглядит это окно. И здесь первая кнопка. Видите, этап 1, этап 2. Производится все это в 2 этапа. Здесь стоит классический... Ну, первый этап. Мы создаем модель шума. То есть, вот то, что мы выделили на дорожке. Программа берет для себя на вооружение, что да, это модель шума. И второй этап. Мы еще раз... Сейчас мы покажу, как это делается. Здесь есть классические параметры этого шума. Какие убрать, да. Совмещается с этой моделью. И все это убирается с трека. С записи с нашей. Вот сначала мы жмем на активную кнопку создать модель шума. Все, программа запомнила. Теперь мы берем весь этот... Можно, кстати, вот такими вот, видите, пальчиками двигать. Я говорю, можно с зажатой кнопкой. Мы выделяем весь файл. И что мы делаем? Эффекты опять. Подавление шума. Можно поиграть с этими параметрами. Ну, насколько я видел. И сам я пользуюсь теми, какими выставлены. Минимальные децибелы. Смазывание там. Все это стоит. В принципе, этого достаточно. Можно убрать. Еще хуже будет. Это стоит оптимальный параметр. Я бы так сказал. И мы жмем ОК. Файлы короткие. Видите, все быстро произошло. Если будет длинный файл, программа возьмет паузу, как вы знаете, да. И начнет обрабатывать файл. У вас потечет время на экране. Файл, так как короткий. Это у вас на экране очень быстро произошло, да. Ну, сами понимаете. Если файл будет длинный, большой, это будет занимать время. Она будет обрабатывать. И вы видели, как она сжала. Давайте еще раз посмотрим. Хоп. Ой. Так. Что-то я куда-то нажал. Так, давайте еще раз тогда эффект. Подавление шума. Как раз посмотрим. Вот мы с вами нажимаем. Видите, шум есть большой. Жмем ОК. Хоп. И она сжала. Давайте послушаем, какой получился шум. Уже поменьше, конечно, этого очевидно. Раз, два, три. Идет запись. Конечно, звук и так был ужасный. Нам тяжело сравнить. Но он стал еще ужаснее. Потому что, если вы... Сейчас даже не видно. Вот это... Низкий. Вообще сравняли с высоким. Голос вообще стал как из танка просто. И мы видим, что даже этот шум, в принципе, по сравнению с шумом вот на этой... На этих микрофонах. Он все равно, смотрите, какой большой. Да? Там же видно, что там до ноль каких-то. До ноль каких-то, кстати. Тут можно вот так на плюсик сжать. Так. Что ты не двигаешься? А, и, кстати, вот видите, да, я вспомнил. Я уже давно и не пользовался. Вот, я приблизил. Посмотрите разницу даже на студийный микрофон. Вы видите, да? И на веб-камеру. Ну, это можно было видеть вот по скачкам в уровне воспроизведения. Вот. По чувствительности. Уровень записи, вернее, да? Можно было видеть, как бегает. И даже тут мы на экране видим. Смотрите, какой тут уровень шума и какой тут. То есть тут он присутствует все равно. Мы вон видим, он бегает минус 60, минус 54. А здесь он... Затичный студийный микрофон. Минус 66. И это видно даже на диаграмме, да? Вот я вам хотел показать. То есть разница, конечно, есть. И она, кстати, это здесь мы сейчас с вами слушаем. У меня гудит вентилятор. Тоже сейчас уже жарко. Лето наступает. В доме у меня тоже жарко. Моноблок это работает. Внутри встроен вентилятор. Если это слушать в наушниках, в нормальных наушниках, вы все это услышите. Вот на студийный вы можете не услышать его то ничего, минус 66. А вот на эту веб-камеру, то, что запишешь, этот шум может быть слышен на протяжении всей ульт. И мы вот вам видим. Казалось бы, смотрите, мы с вами сделали шумоподавление, а он все равно какой большой. Посмотрите, да? Вот. Если мы сравним с этой, то она даже не дотянула до веб-камеры. Эту операцию подавления шума можно делать повторно. Можно еще раз выделить. Еще раз сделать. Так надо. Вот видите, когда заходишь в эффекты, ничего нет сереньким, потому что не сняты активные кнопки пауза, стоп, плей. Надо на стоп нажать, чтобы все снялось. Эффекты. Заходим еще раз подавление шума. Еще раз жмем создать уже эту новую модель. И опять на весь файл мы это попробуем распределить. Опять подавление шума. И жмем ОК. Еще уменьшил. Смотрите, она дошла до уровня студийного микрофона. Да? Вам это видно? Она даже перепрыгнула. Да даже студийный такой щель перепрыгнула. Но что толку-то? Раз, два, три. Идет запись. Да, шум убрался. Устроенный микрофон. Моги наоборот. Слушаем тишину. Все. Минус 66. Но голос ужасный. И сейчас-то, конечно, как бы голос ужасный. Так, как назад-то вернуть? Что-то я забыл. Как тебе назад-то возвращать-то? Так, где минус-то я не понимаю. Я вот приблизил. А как убрать-то все? Что-то я не понимаю. Так, ладно. Что-то, походу, дорожку-то плюс удалять. Ну, ладно, вы все поняли, да? Так. Запись на студийный микрофон. Проверка. На сам солнце 01. Ага, вот все. Пусть так будет. То есть, смысл, я надеюсь, мы, дорогие, любимые, поняли, да? Это там просто еще и сам все голос ужасный сравнить не с чем, да? Но я вас просто уверяю, я этим занимался. У меня были плохие записи. Когда ты убираешь вот этот шум вот такой вот, причем, может быть, хороший микрофон. Тут сам микрофон плохой. Ничего не ловил. Вы слышали, он плохое воспроизведение. Сам он некачественный, да. Но даже с качественным микрофоном, если будет какой-то посторонний шум внешний или что-то там засифонит в аппаратуре, вы никогда его качественно не уберете. Он все равно убирать будет и все из голоса. Вы же видели, сколько он занимает там места. Вот так вот. Это одно из очень важных. Я про подавление шума, поэтому уделил столько внимания. Теперь, что касается записи. Очень легко, вот я говорю, брать вот так вот, допустим, выделять и делить, жать. Все, запись чистая. Я говорю, крестиком можно удалить любой трек, любую дорожку. Давайте теперь сделаем пробную запись и кое-что я вам покажу. Тестируем записи. Похрюкаем, посопим. Поглотаем. Да, вот такие вот сделаем записи. Тестируем, можем что-нибудь почитать. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога. Все через него начало быть, и ничто не начало быть, что начало быть. Ой, забыл. Вот так вот. Говорил, 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 забыл. Да. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, пришедшего в мир. Он не был свет, но пришел, чтобы светить нам. Ну все, стоп, проверяем. Вот у нас с вами получилась запись. Так, себя я уберу, чтобы вам не мешать. Вот она у вас вся на экране. Как я уже сказал, этот микрофон, Samsung, студийный, конечно, делает качественную запись. Сейчас мы посмотрим, как можно работать с этой записью. Когда мы ее приближаем, мы видим, много всего появляется на экране. Давайте послушаем. Тестируем записи. То есть, вот я сделал такое. Тестируем. Убирается это все вообще элементарно. Как я вам сказал, левой клавишей вот так, хоп. И кнопочка delete, у вас всегда под пальчиком удалить. Оп. Видите, как запись легко. В чем отличие, знаете, от каких-нибудь программ, где файл режется? Там тысячи кусочков получается. Ты режешь, режешь. Это очень неудобно. Ты где-то ставишь разделительную линию. Жмешь на разрезать. В другом месте соединяешь все это. Потом все это может поползти. Когда тебе надо пододвинуть файл, это не выдвигается. Здесь абсолютно не так. Во-первых, очень хорошо показано сам. Как я не знаю, как это честно, профессионально даже называется. Вот это все нам показано. Не во всей программе так показано. Все вот эти вот скачки, вы же видите. Давайте вот мы тоже прибавим. Вот так вот. От 0.5 до 0.5. От минус 0.5 до 0.5 сделаем. Вы видите, как все видно. Вот эти. То есть, мы видим, вот нас устраивает чистый звук. Вот она, линия чистая. Все вот это. Вот видите, вот эти вот гадости. Надо убирать. Если ты хочешь, я делал несколько записей, нескольких аудиокниг специально. Вот я потом этим занимался. Если ты хочешь сделать идеально чистую запись, я надо вот ставить. Да. Слышали? Я там подсокол. Да. Все это можно. И то, если ты понимаешь, что это много вырежет, там получится маленькая пауза. Ты можешь сидеть. Я говорю, вот прибавить вот так. И резать вот совсем их по чуть-чуть. Сидеть и чистить запись. И чистить. Выделяешь, наделит. Выделяешь, наделит. Выделяешь, наделит. Выделяешь и на кнопку удалить. 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 И ты почистил. И все. И у тебя ничего нет. У тебя чистая дорожка. Да. И то, вот он цокни. Вот я цокнул. Видите, вот это вот. Смотрите, я цокнул, аж до 0.5 добежало. Все. Ты вот это вот все. Вот эти вот меленькие штучки. Ты все подрезаешь. Вот это вот все выделяешь. Оп. Делит. И у тебя чистая запись получается. Да. Похрюкаем, посопим. Вот это вот. Да, я к чему все вообще сказал. Это все нам не нужно. Только не забывайте активно снимать. Вот я сейчас наделить. Жму. Она не удаляется. То есть у меня стоит на паузе. Надо нажать стоп. Чтобы снять все эти клавиши. И тогда жмешь, наделит. Все удаляется. Так что таким образом мы удаляем все, что вот это нам мелочь не нужна. Поглотаем. Вот. Глотнул я. Вы можете пить. Во время записи. Допустим, вы там книгу читаете. Запись не надо прерывать. Вон, выпили. Потом все это. Стакан воды там, допустим, вы пьете. Что если у вас там пересыхает в горле. Да, вот такие. Все вот эти причмокивания перед началом. Да, вот такие. Я сейчас их специально делаю. Но они, кто знает, они есть. У вас все это будет. Вы будете шмыгать носом. Цакать, лакать. И прочие вещи делать. Это все вот так вот чистится и убирается. Вот тут что такое? Вот видите, это какая-то бомбежка. Ее сразу видно вот такую. Все через него начало. Видишь, вдохи вы будете делать. Конечно, со вдохами надо тренироваться, когда запись делаешь. Или хотя бы паузы тогда делать потом, чтобы ее вырезать. Потому что вы вдох вырежете. Вот этот вот. И у вас слишком маленькая пауза может быть между словами, которые вы говорили. Вот. Но это желательно, конечно, убирать все. Все. И вот так вот. Слово было Бог. Все через него начало. Ну, в принципе, нормально. Слово было Бог. И все начало. На этом надо учиться. Конечно, тут все всякие вещи эти. Эрвин, ну, ведь надо понимать, чему учиться-то. Вот. Видите, какая-то абракадабренькая. Сидишь, подчищаешь ее вот так вот. Автоматически запись сжимается. Ой, забыл. Это я специально сказал, что я вот ой, забыл. То есть, вот я говорил, говорил, там слово, да? Что не начало быть, что начало быть. Ой, забыл. Вот так вот. Говорил, 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 забыл. Был свет истинный. Все, то есть, берете вот отсюда, прослушали. Оп, вот так вот. И делит. И слушаем. Что начало быть. Был свет истинный. И то, слишком большая пауза. Взяли паузу, подрезали так наугад. Потому что, в принципе, это речь одна. Что не начало быть, что начало быть. Был свет истинный, который просвещает всяк. Вот это я что-то пауза. Опять жевнул, там что-то взяли. Вот так, хоп. Сжали и опять. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, пришедшего в мир. Вот эти вот вздохи. Оп. Ну, там большая пауза. Паузу тоже всю можно убрать. Зачем вся эта дорожка? Пришедшего в мир. Он не был свет, но пришел, чтобы светить нам. Ну, все, стоп. Ну, так вот, что-то там в конце тоже еще не нужно. Хоп, подрезали. Все, все вот эти вот маленькие штучки. Оп-оп, подрезали. Все. Все, у вас чистая запись. Вот как это все делается. Хорошо, остановились вы, как я вам показывал. Нужно еще дальше продолжайте. Ну, как сохранять файл? Надо вас учить. Файл. Сохранить как? Сохранить проект как? Все, он предлагает, если у вас куда-то, вот, ну, допустим, на рабочий стол, мы делаем цифру 1. Сохранить. Все, и у нас вот на рабочем столе, вот у меня этот файл 1. И вот такой вот значок вот этого Aldo City есть. Все. Открывать вы можете потом, по нему два раза кликнул. Он у программки, вот эта иконка, вы видите, Aldo City. И файл, как вы назовете, так у вас и будет. Все, делать это не забывайте. Делать это обязательно надо. Вот, мы его удалим пока. Все, вот у вас файл. Вы сегодня пописали что-то. Допустим, вы Евангелие зачитываете, вы хотите постановочную запись сделать свою, просто не такую, с простым чтением. Вы хотите сами зачитать просто. Конечно, особенно, кто первый раз с этим никогда не связывался. Это не так просто, я вас сразу предупреждаю. Книги зачитывать очень тяжело. Ну, без опыта. Люди на это учатся. На дикторство. На спикерство, на ораторство. На все это, на произношение, на паузы. На все. Все, всему этому учатся. Ну и, пожалуйста, нужно еще завтра там продолжать. Опять нажимаете запись. Пошло в этой же дорожке писать или на новой. Это я выставил, уж не помню, где. Можно сделать, что дальше продолжается писать. Можно на новой. Это не суть важно. Все. Да, по записи нельзя нажать. Остановить же. Все. Чтобы ее туда. Тут вот есть выделение. А есть вот этот инструмент. Туда-сюда сдвиг во времени. Делаем. У нас курсор такой получается, как стрелочки. Все. Дорожка не нужна. Удалили ее трек. Дорожка. Все. Соединять, как я вам показал. Двигать очень просто. Левый клавиш хватаешь. Впритык пододвинул. И на курсор выделения сделал. На него навел просто левый клавиш. И все. У вас соединился. И у вас получился один уже файл опять. Его легко просто двигать. И все. Ну и работать с ним очень легко, как вы увидели. Как же уменьшать-то я что-то не пойму. Прибавлять-то прибавляет. А как же уменьшать? Ну ладно. Когда вас там много. Можно соло делать. Это я сейчас все не буду. В принципе, все, что я вам хотел, я вам показал. Здесь можно монтировать аудиозапись. Вот давайте в пример возьмем. Вот я хотел. Давайте вот, благая есть отарка. Вот у нас файл. Мы берем. Ну я обычно затягиваю. Можно импортировать. Все. Сюда бросаем. Вот он его подгружает. Этот файл. Написано. Импортируется mp3. Любые файлы, какие вам нужна. Там музыка, может быть, вы хотите. Еще что-то наложить. Все это можно здесь смонтировать. Тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса. Все. Вам надо. Вы здесь можете. Вот я делал. Я склеивал чужие записи. Там они из 20 файлов. Допустим. 20 глав. 21 глава. 16 глав Евангелия от Марка. Я все сюда, чтобы потом на плеере слушать. Смонтировал в одну. И все. У меня один файл получился там полтора часа. Все это можно сделать. Вот. Вот запись сразу видно, что она сделана на студийный микрофон. Да. То есть она приблизительно ровная. Серединка там одинаковая. Да. Вот. Конечно. Ну вот наша запись студийная тоже похожа. Хотя она правнее. Но это сам еще диктор так говорит. И с ней она с постобработкой. Я это сразу вижу. Я сегодня этой постобработке вас учить не буду. Вот. Все это. Какие можно эти эффекты. Как выравнивать. Не вижу в этом особенного честно смысла. Вот. Что мы делаем. Так. Давайте еще одну запись сделаем. А то у меня что-то убирается. Я вот не знаю. А. Ну давайте я вам еще раз. Стоп. Так. Давайте еще раз. Как я вам говорил. Покажу все-таки эффект. Вот мы делаем микрофон. Вот этот. Моей HD камеры. И делаем запись. Делаем запись громких-громких криков. Очень-очень громкие крики. Стоп. Останавливаемся. Надеюсь вы не оглохли. Мои дорогие. Вы видите. Зашкаливание идет. Какое за единицу. Давайте мы теперь это прослушаем. Громких криков. Во-первых и наверху. Видите. Аж за красную туда. За ноль вылазит все это. Вы слышите. Как аж динамик. Надрывается. В микрофоне. Мембрана надрывается. Громких криков. Ты ничего с этим никогда уже не сделаешь. Есть эффекты. Которые я сейчас. Ладно. Я вам покажу. Несколько эффектов уж. Кому интересно. Тот прослушает этот ролик. Вот. До конца. Не важно. Что он там большой получится. Как всегда у меня. Вот. Я уж поделюсь. Что сам знаю. Вы никуда это не сделаете. Вот есть такой эффект. Сейчас мы его применим. Давайте мы сразу сделаем еще одну запись. Вот на этот. Вот у этого микрофона. В этой программе есть сразу обрезание высоких частот. Давайте мы это проверим. Вот тут почти зашкаливания нету. И то я вам сейчас продемонстрирую немножко не так. Сейчас я сделал кое-какую ошибку. Что бы это сделать надо сначала так. Микрофон. Сейчас его надо немножко разогреть. Потому что микрофон тоже. Раз. 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 У. У. Скажите. Кузнецов. Псих. Я вам хочу показать. Конечно. Ну, такое бывает. Человек может кричать. В своем сериале микрофон. Либо вы делаете запись. Я вам хотел просто это продемонстрировать. Вот если мы слушаем уже это на студии. Сейчас его надо немножко разогреть. Потому что микрофон тоже. Раз. 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 Хотя он сейчас тоже не сильно. Но все-таки он ее режет. Я смотрю. Но почему-то не сильно сегодня. Я кстати в прошлый раз когда записывал. То есть видите. Даже микрофон может в принципе. Хотя я говорю. У меня есть вот эта программа. Она вроде бы работает. Сейчас может быть идет небольшой конфликт. Потому что я пишу и на эту, и этим же микрофоном туда, в аудосети пишу. Может быть, идет какой-то конфликт просто. Потому что сама по себе, кто мои записи слышал, которые я вот на студийном записываю, он режет. Я иногда расхожусь, иногда повышаю голос. Это бывает просто нерезко, да. И это работает реально. Он не позволяет вот этой здесь мембране дребезжать, да. Он сразу, мой голос понижает, как бы запись делает тихо. Вот. Ну, чего-то как-то я недоволен. В том плане, я вижу, что это не прям супер-то работает как-то сегодня. Вот. Потому что здесь тоже зашкаливание. Вот я реально вчера делал, и она ловилась. Она до 0.9 прям реально резала ее. Ну, я говорю, возможно, идет конфликт, потому что я пишу на сразу нескольких программ. Может быть, что-то не срабатывает вот через этого драйвера. Такое может быть. Поэтому на это надо обращать внимание. В принципе, не зря дикторы, у них есть вот эта бегущая шкала. Они смотрят. Они наблюдают за собой. Либо, кто знает, есть такие люди, как звукорежиссеры. Именно этим они и занимаются. Поэтому они есть, кстати, даже чуть ли не частные, которые знают именно характер человека. Как он там будет, они сидят, даже подкручивают сразу. Вот. То есть, все это очень много тонкостей. Сегодня мы на них обращать не будем. Внимание. Вот. Запись, конечно же, эту можно всегда каким образом сделать? Есть такие эффекты, как лимитер, да? Ну, понятно, лимит, край, да? И мы вот делаем... Здесь выставляется лимит децибел от минус двух и до десяти. И жмется окей. И запись режется вот до 0,8. До актуальных, так скажем, значений, в которых нет никаких перепадов. Громких криков. Но опять же, казалось бы, мы внешне подрезали, а вы слышите все то же самое. Хотя нет, я вас, в принципе, обманываю. Она режет, мы же слышим, да? То есть, высокий все-таки она, конечно, этот микроскоп. Микрофон сдержал. Такого дребезжания, как вот здесь, нету. Я не знаю, слышите ли это вы так хорошо, как я. Я говорю, мало того, что, конечно же, обработка звука не слушается. Вот у меня в моноблоке такие же отстойные динамики, как и микрофон. Это делается либо есть специальные мониторы с хорошим, четким диапазоном звука, да? Либо вообще в наушниках, кто знает, делается. Здесь сейчас плохо слышно, а вы еще и слушаете с моего компьютера там захватом. Это все, конечно, я вам лишь так показываю. То есть, вот этими ограничениями, конечно, можно все это сделать. Есть еще некоторые там вещи, которыми можно пользоваться. Я говорю, сегодня, честно, у меня особо нет. Я вам подавление показал. Обрезку тоже показал. Этого достаточно. Ну и что, закончим мы с вами чем? Как этот файл, вот, допустим, мы его соединяем, даже два. У нас появился файл. Мы его сохранили, с ним поработали. Что его надо сделать? Все, здесь у нас есть такой экспорт аудио или экспорт выделенного аудио. Но это без разницы, в принципе. Если вы весь этот кусок делаете, можете аудио нажать. Проект изначально тоже можно было задать. В принципе, для спикера достаточно 46 килобит в секунду выставлять параметры. Вот. Мы жмем на сохранить, куда тоже на рабочий стол. Сохраняет он в MP3. Можно разные форматы выбрать. Но MP3, кто знает, самый оптимальный формат сжатия. Все. И мы жмем на сохранить. Он предлагает выбрать частоту. Частота стоит максимально. У меня тоже это 48 тысяч. Другой ничего я не советую выбирать. То есть у нас получается 46 килобит и 48 тысяч частота. Все. Жмем. Ну, окей. Ну, сейчас это быстро пролетело. Вы, наверное, видели. Пост-обработку. Обработка файла. Рендеризация. И все. На рабочем столе у нас этот файл. Единичка. Вот он. Ну, и все. Мы его запускаем. И делаем запись. Делаем запись громких-громких криков. Очень-очень громкие крики. Да, стоп. Останавливаемся. Сейчас его надо немножко разогреть, потому что микрофон тоже. Ра-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. кстати в таком варианте я так понимаю вы в студийнике мало слышите разницу потому что я вчера кстати делал этого делал запись вот захватом экрана как раз свои уже запись потому что эту трансляцию который я провел она почему-то там у ютуба есть лаги и и невозможно скачать а я хотел отрезать кто знает там некоторую часть и мне пришлось с экрана вот так вот вроде бы там-то запись на студийный микрофон трансляции идет видео но я ее записываю с экрана и студии и сразу эта запись коверкается вот живой пример зависимость софта и всего вот этих внутренних тонкостей и запись получилось вот как на эту веб-камеру хотя казалось бы я делал вот эту запись с записи на студийный микрофон и уже получилось в два раза хуже как минимум а то и в 10 раз вот поэтому кстати я вам демонстрирую да вы небось когда на студийник я пишу вы не сильно разница почувствовали наверное мне так кажется вы слышите просто голос и там и там но разница кто слышит мои записи огромная ну вот так вот я вам показал чисто поверхность заинтересовать дать мою рекомендацию этой программы пользуются миллионы наверное пользователей людей ну миллионам уж громкое слово она очень известная она очень хорошая она бесплатная она качественная работать не очень легко очень просто кто будет делать особенно я же вначале не каждый готовки блогеры в принципе многие будут делать подкасты вот и если вы будете записывать то вот очень можно конечно делать свои записи на куда-то на смартфон потом опять же можно сбрасывать туда добавлять или можно и эффекты накладывать какие-то делать свой голос немножко поинтереснее убрать какие-то шумы убрать все эти прицокивания вот и конечно же я рекомендую вообще-то чтение писания особенно кто знает я же к этому все это пишу чтобы люди читали новый завет может быть записывали делились своими заповедями записями по сути благовествовали когда читали евангелие и назидали церковь когда читали послание нового завета может быть ветхого я конечно сторонник живого чтения знаете без всяких вот этих просто читать как то есть вот ну кто может быть хочешь просто евангелие начинать там новый завет без каких своих комментариев ну или вообще может быть я приходится я хотел поделиться я сейчас есть сам в принципе не пользуюсь или очень редко мне что-то нужно тем более я все-таки и видео все делаю сразу потом все вид этот файл готовы можно уже загрузить куда-то видео программ монтажа то что там будет эти вещи очень тяжело делать это все там ри там нету такой такого удобства нет этих многих видений функции нету эта программа специально с работы с работы с аудио файлом и это очень важно вот тут зависимости на что обращать внимание я почему практически не пользуюсь и перешел на ауди видео программы видеозаписи в частности вот это вот я в основном пользуюсь оба и studio open broadcaster studios потому что я вообще практически живой режим пишу я говорю я ничего не хочу монтировать поэтому я даже той камтазии пользуюсь очень редко просто из-за нужды вот я пишу на смартфон и потом добавляю потому что кто знает там чтобы вставочную часть эту сделать конечную заставку дашь перестал там монтиру чуть переслушать кит картинки добавлять тексты в середину я просто делаю начало и конец если бы можно было знаете в смартфоне я искал добавить какие-то вставочные вещи вот эту заставку чтобы потом не монтировать но там к сожалению нельзя ну как рамка знать дали хотя бы знаете такие же есть функции какие-то фишки чтобы можно было в приложении где-нибудь по видеозаписи смартфоне как-то рамкой мне достаточно было хотя бы ссылка была на мой сайт уже и ролик бы сразу запись бы делалась на смартфон вот с адрес самого сайта я вообще может быть не монтировал бы я бы на христалюп life выкладывал вот в таком как на смартфоне написал кнопку нажал и кнопку выключил но так как пока никаких таких я не нашел приложение такого не нашел где можно было какую-то маску но это называется маска или рамка в которую ну вот как здесь то свете у меня канал я могу вот отбрать там выключать и это включать что это могу много чего тут могу делать да вы знаете вы все мои ведь я все делают в живом режиме в этой audacity я тут могу пользоваться всякими разными вещами дату смогу включать выключать что-то это очень удобно я потом с этими роликами ничего не делаю вот почему я хочу ноутбук там писать даже вот на природе на огороде и сразу писать туда и на ноутбуке сразу все пользоваться текстами сразу вы их видите мне надо их монтировать потом и это здорово но кто-то может быть начнет с podcast с этих записей кто-то хочет может быть начитать новый завет просто без своих вот для себя для кого-то для родителей для друзей для детей тоже варианты да вот может быть даже свои мысли но кто-то хочет кто-то делает длинными паузами кто-то не сразу все делает я хотел этой программы поделиться она по аудиозаписи, но я уверен, что она вам кому-то может пригодиться. А уже следующие два ролика я запишу по программам видеомонтажа. И то, в принципе. Хотя и та, и та обладает функцией даже записи с экрана там что-то, но, конечно, они абсолютно все-таки разные. Хотя там есть эти вещи схожие, понятно, все-таки в программе видеозаписи видеомонтажа, но они тоже отличаются. Это то, чем пользуюсь я, и я думаю, что этого будет достаточно. Ну, а там по ходу пьесы, может быть, что-то будем добавлять. Ну, все, вот я могу вот так вот, видите, как сделать. Не надо ничего монтировать. Вот эта программа Open Broadcaster, OBS, как ее коротко называют, меня, конечно, абсолютно устраивает, что ничего делать не надо. Я это все могу, эти сцены делать прям тут же, это здорово. Поэтому, все мои контакты на экране, все полезные ссылки здесь и в описании к ролику. То есть, видите, я могу кликать, и все появляется. Подписывайтесь на мои каналы на YouTube. Ставьте лайк. То есть, я, видите, я включаю, и тут же могу это делать одновременно. Допустим, ну, тогда правой рукой, я просто правой показываю. И правой же у меня рука на мышке. Вот. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому понравилось мое видео, кому оно принесет какую-то пользу для вашего тоже служения. Вот. Ну, и если с кем-то считаете нужным, поделитесь этим тоже. Поможет. Ну, все. Вот так вот. Вот так вот. Пишите ваши мысли, комментарии, размышления, кому что помогло, кому нет. Обзор, я говорю, я вам показал. В YouTube забивайте. Мое дело направить, подсказать кое-что. Ну, кое-что я все-таки показал достаточно, так скажем, может быть, кому-то. Даже этого будет достаточно, чтобы дальше работать. Ну, вы можете или заняться вообще изучением этой программы, если кто-то там этим занимается. Она для спикеров, я так считаю, но не для песниров. Для песниров есть другие программы, более тоже заточенные под эти вещи, потому что разница огромная. Хотя я с этим не связан практически, мне тяжело судить, но я убежден, потому что все эти тонкости имеют значение. Все. Ну, и какие вопросы, все равно вы можете мне лично писать, задавать, даже по этой программе, я где-то или кто со мной связь, имеет уж в скайпе, там, конечно, я всем открыт. Наседайте на меня, я там потом или в скайпе вместе что-то, что-то непонятно, я еще дополнительно подскажу. Вот, буду ли писать какие-то дополнительные уроки, я пока не знаю. Все, всех целую, обнимаю, прощаюсь, до встречи в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok